Дробильно-сортировочный завод празднует 60-летний юбилей. Многолетняя история завода затрагивает все основные вехи строительного бума во Владивостоке. С помощью ДСЗ застраивались целые районы, возводились стратегически важные объекты. Предприятие работает уже давно, с 1961 года и является одним из самых крупных по добыче строительного камня и по переработке этого камня в конечный продукт щебень и прочую сопутствующую щебеночную продукцию. Конечно, за столько времени предприятие поучаствовало, наверное, во всех строительных объектах, которые были реализованы на территории. Дробильно-сортировочный завод был основан 30 декабря 1961 года. Решение о строительстве было принято в 1959 году. Новый завод должен был обеспечивать колоссально возросшие потребности в стройматериалах. В Приморской столице тогда развернулся строительный бум. Возводились целые микрорайоны, жилые дома, детские сады, школы, дороги и развязки. Строился Большой Владивосток. Начиная с 60-х годов крупные стройки не обходились без стройматериалов завода. Карьер построен на базе месторождения Пушкарев-Ключ еще в начале 1956 года. Создан он был с целью добычи строительного камня для щебеночного производства и по сей день работает с этой же целью. То есть остальная задача добычи камня для щебеночного производства. Процесс производства начинается с бурозурных работ, камень прочный, поэтому сначала взрываем его, а потом отгружаем на фабрике, где происходит дальнейшая его переработка и производство щебня. Дробильно-сортировочный завод производит все виды щебня, в том числе кубовидный, скальный грунт, щебеночно-песчаные смеси и песок из отсевов дробления. Порода камня доцит идеально подходит для производства. Камень прочный и морозостойкий. Конкурентов, которые могут похвастаться подобными результатами материала, немного. Удобное расположение завода и развитая инфраструктура позволяют обеспечивать щебням не только Владивосток, но и населенные пункты во всем Приморском крае. Приморским потребителям отгрузка продукции осуществляется железнодорожным и автомобильным транспортом. В каждой тонне щебня, на котором построены дома и мосты, труд каждого из сотрудников завода. Я думаю, наверное, не один объект сегодня обошелся без носного щебня, включая даже мост золотой, использовался там наш щебень. Все ближайшие дороги, дорога, находка Владивосток, там исключительно, наверное, вообще на нашем камне построена. Сам аэропорт Владивосток. Ну и все ближайшие бетонные заводы, БРУ, в общем-то, также берут наш щебень. Так что гражданское строительство и так далее. Гранитный щебень дробильно-сортировочного завода используется на возведении значимых объектов и за пределами Приморья. Он востребован на строительных площадках космодрома «Восточный», Амурского газоперерабатывающего завода, Амурского газохимического комплекса. Новейшая история завода началась в 2005-м, когда он вошел в состав группы компаний «Восток Цемент». С этого времени средства вкладывались не только в сохранение предприятия, но и в его модернизацию, освоение новых технологий и расширение ассортимента продукции. На заводе постоянно ведется модернизация оборудования. Но помимо того, что у нас работают люди, мы не забываем, чтобы у этих людей были хорошие рабочие места, то есть не забываем про модернизации. Только в этом году мы модернизировали и усилили парк экскаваторной техники. Новый гидравлический экскаватор пришел на погрузку взамен старого. Новый погрузчик с увеличенным объемом ковша приехал работать, то есть современный, с камерами заднего хода, то есть с увеличенным ковшом для ускоренной погрузки автосамосвалов. Также мы планируем модернизации, в следующем году произвести большие модернизации именно фабрик, так как у нас увеличивается спрос на продукцию по новым ГОСТам, которые вступают в самое ближайшее время в силу. Как бы ни улучшалось производство, главными на заводе остаются люди. Старейшие сотрудники, машинист-экскаватор Григорий Нестеренко, слесарь Геннадий Соломатин работают на заводе больше 30 лет, а мастер ремонтного цеха Николай Серебряков на заводе 50 лет. Здесь есть и представители целых династий, например, семья Серебряковых. Николай Серебряков работает вместе с сыном Андреем Серебряковым и дочерью Татьяной Скворцовой, а также внуком Валерием Скворцовым. Благодаря отцу попал сюда. Когда отслужил, как раз было место, и так сложилось, что попал сюда. Остается только пожелать дробильно-сортировочному заводу продолжать свою историю, помогать Владивостоку и краю в развитии, выходить на новые рекордные уровни и также бережно относиться к своим сотрудникам. Я бы пожелал предприятию еще столько же, как минимум, отработать на данном участке. И учитывая то, что данное предприятие является центром, скажем так, занятости населенных пунктов, которые находятся рядом, и одно из градообразующих предприятий, предприятий поселка Заводской, то есть развиваться. Олег Завьялов, Екатерина Зверева, Игорь Егоров. Новости на Восьмом.